Для того, чтобы гибко управлять маршрутизацией, в Angular есть так называемые охранники. Всем привет! С вами канал «Как стать хорошим программистом» и тема сегодняшнего видео... В предыдущих видео мы уже начали разбирать тему маршрутизации, а также попрактиковались в создании таблицы маршрутов и в переходе от одного компонента к другому через маршрутизацию. Но иногда при разработке приложений возникает необходимость в создании некоторых проверок. Прежде чем допустить пользователя к определенному компоненту, нам нужно выполнить какие-то проверки. Сейчас на экране вы видите примеры таких случаев. Например, у вас есть панель администрирования, в которую необходимо пускать только людей, обладающих правами администратора. И в случае, если пользователь не авторизован, вам необходимо закрыть доступ в панели администрирования. Но для какого-то другого функционала, возможно, нам понадобится просто аутентификация, пусть даже если пользователь не администратор, но он должен залогиниться. В этом случае нам также помогут гарды. Также бывают ситуации, когда нам необходимо подгрузить какой-то набор данных, прежде чем показать какой-либо компонент. Ну а с двумя последними пунктами, скорее всего, вы встречались довольно-таки часто. Когда вы заполняете какую-нибудь онлайн форму и, не сохранив изменения, пытаетесь закрыть страницу, то на сайте появляется всплывающее окно, в котором вас просят дать подтверждение. Уйти с страницы без сохранения, либо сохранить данные. Если мы используем Angular, то во всех этих случаях нам помогут гарды. Гарды – это не что иное, как интерфейсы, при помощи которых вы можете указать маршрутизатору, когда разрешать навигацию по маршруту, а когда запрещать. То есть в Angular есть набор стандартных интерфейсов, вы можете реализовать эти интерфейсы при помощи класса и описать в классе логику проверки. Таких интерфейсов в Angular есть несколько. Интерфейс CanActivate проверяет доступ к маршруту. Когда модуль рутинга пытается получить доступ к новому маршруту, этот интерфейс помогает понять, разрешать доступ к маршруту или запретить. Guard CanActivateChild выполняет точно такую же функцию, но только для дочерних маршрутов. Ну а в случае, если нам нужно сделать уведомление о несохраненных изменениях, то нам поможет Guard CanActivate. Для предварительной загрузки каких-нибудь данных перед переходом нам помогает Guard CanLoad. Ну а Guard Resolve позволяет выполнять определенные проверки перед загрузкой объектов. Гард может вернуть одно из значений. Если он возвращает true, то процесс навигации продолжается. Если он возвращает false, навигация блокируется и пользователь остается на прежнем маршруте. Также есть более сложный вариант, когда Guard возвращает у нас дерево ссылок. При этом текущая навигация завершается и создается новая навигация в соответствии с заданным деревом ссылок. Про true и false мы рассмотрим чуть позже на примерах, а для URL3 посвятим отдельное видео. Также следует отметить, что Guard может возвращать свой результат либо синхронно, либо асинхронно. Поскольку иногда он не может вернуть результат сразу, и ему нужно сделать определенные действия. Например, перевести пользователя на страницу авторизации, проверить введенные данные, а затем вернуть пользователя обратно. В связи с этим Guard может возвращать либо Boolean для синхронных операций, либо Observable или Promise Boolean, соответственно, для асинхронных операций. А теперь давайте попробуем создать Activate Guard и посмотреть, как он работает. Итак, в данный момент у нас здесь есть две страницы, пользователи и группы. На странице пользователей есть кнопка редактировать, которая переносит нас на форму редактирования данных. Сейчас мы создадим Activate Guard, который будет охранять доступ к таблице с группами. Для этого мы перейдем в терминал, выполним команду ng-generate-guard. В папке out позвоним out. У нас создалась директория out, и в ней есть два файла. outguard.ts и файл spec.ts. Как вы видите, команда ng-generate-guard генерирует нам уже готовый guard, который реализует интерфейс canActivate. И у нас уже здесь есть заготовка с методом canActivate. Этот метод может возвращать один из трех типов значений. boolean для синхронных операций, а также promise boolean, либо observable boolean для синхронных операций. Метод canActivate передается два параметра. Чтобы посмотреть, какие значения там содержатся, давайте выведем их в консоль. Console.log.next.url и Console.log. State. State.url По умолчанию guard возвращает true, но мы можем реализовать здесь любую логику, и на основании этой логики возвращать true или false. Можем перейти в app модуль TS, где у нас формируются маршруты, и скажем для нашего маршрута UserGroups добавить свойство canActivate. Это свойство может содержать несколько значений, а поэтому принимает массив. Здесь мы укажем название класса OutGuard, и импортируем этот класс. После этого сохраним изменения и запустим наше приложение. После того, как приложение запустилось, давайте откроем девелоперскую консоль, и посмотрим, что у нас происходит. Как видно из консоли, при переходе на страницу UserGroups, наш ActivateGuard отработал, и вывел в консоль входные параметры Next и State. Как видно, оба этих параметра указывают на тот маршрут, который охраняет наш гард. В данном случае это UserGroups. Next содержит информацию о маршруте, а State содержит его состояние. Эти параметры можно использовать в разных целях, например, для того, чтобы возвращаться на нужную страницу после того, как пользователь пройдет процедуру аутентификации. Немного поправим вывод консоль. Теперь зайдем на наш гард и поменяем возвращаемое значение на False. А теперь проверим. Когда мы открываем страницу с пользователя, то у нас все отображается без проблем. Но если мы попытаемся открыть страницу группы, то приложение нам не позволит это сделать. Как мы видим, гард у нас также отрабатывает. У нас выводится значение URL из параметров Next и State. Но поскольку гард возвращает False, то редирект на новый маршрут у нас не происходит. Итак, в этом видео мы рассмотрели теоретическую информацию о гардах, для чего они нужны и создали гард-кенактивейт. В последующих видео мы более подробно остановимся на гардах, когда будем работать с аутентификацией и редактированием данных. Оставайтесь воодушевленными и всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!